Всем привет, сегодня мы продолжаем проходить первую часть игры растений против зомби и у нас на очереди бонусный уровень под названием последний рубеж в рубрике мини игры но перед тем как приступить к миссии мы заходим в наш зенгарден и продаем премиум растения это острый перец и также чампер за них мы получим уже получили 16 тысяч и того у нас есть 30 тысяч как раз необходимая сумма для того чтобы купить очередную плантацию лесную мне сказали что лесная плантация будет получше чем водная шанс что мы получим растения из вот этих вот ночных плантаций будет побольше чем водная оказывается мы, я не зря не мог найти растения подходящие в лавке у Дэйва их просто нет, мы это находим как подарок во время игры и я думаю что в этом уровне возможно появится какое-то растение в любом случае вторая плантация дает нам побольше шансов получить какое-то растение из этих вот двух и это нам даст возможность уже получать побольше денег но старые растения пока что я оставлю если будет такая необходимость будем продавать и покупать какие-то растения у нас не куплен девятый слот было бы неплохо купить поэтому я еще прикину куда деньги свободно пристроить значит в этом уровне нам дается определенный бюджет 5000 монет сумма нехилая хватит на очень многие вещи подсолнух нам не нужен я сначала начал его искать, но он ни к чему теперь что касается зомби какие у нас самые такие опасные оппоненты это конечно же традиционно американский футболист кто еще может нам сделать проблемы это еще зомби с лестницей монтажник может залезать на орехи я кстати высокий орех взял но еще шарманчик с атлетом хотя атлет не знаю у нас есть этот замороженный горох ледяной и он будет его останавливать то есть более такие шустрые зомби будут передвигаться медленно мы сейчас начинаем садить с кувшинок будем насыщать бассейн звездами это уже проверенная тактика звезды посередине очень неплохо себя показали так что мы их оставим посередине наверное еще по бокам тоже выставим уже посмотрим как будет по деньгам в начале бассейна мы поставим еще так же ледяной горох он будет чуть тормозить наиболее опасных но мы наверное поставим еще в первом ряду ледяной горох также возьмем арбуз хоть он не стоит 300 монет но я думаю что на один ряд вполне хватит очень тоже такое достойное растение и заслуживает того чтобы оно было на поле если еще хватит денег мы выставим впереди высокий орех но это наврядный потому что денег уже становится маловато и что самое обидное я сейчас как раз проверил я поставил кувшинку и выкопал деньги нам не вернулись как это происходит во второй части мы если там ошиблись передумали можем выкопать деньги возвращаться все до копейки это не то что во время уровня там мы выкопали какое-то растение вернулась лишь там какая-то часть полностью возвращается вся сумма очень приятно ну а тут если ошиблись то все можете конечно выкопать но деньги вы потеряли такс у нас остается чуть больше 300 монет что-то можно еще посадить но я пока решил начать там дальше увидим все-таки лишние деньги они не помешают если что будем усиливать какие-то позиции то есть деньги мы оставим при себе так усадить я честно говоря даже боюсь где его знает зомби пока не очень активны но это пока идет к нам первая партия у нас уже все растения в боевой готовности и в принципе все хватает мы уже на старте получаем алмаз очень приятно мы обычно получаем в конце я думаю что в конце тоже мы получим то бишь если успешно пройдем считайте 2000 у нас карман но уже тысячи есть вот мы и частично отбили деньги за этот вот лесной сад который я надеюсь очень выращит и отобьет вложенные средства все-таки 30 тысяч на водный мир потом на лесной 160 60 то бишь многовато но я думаю что она того стоит что можно было бы еще взять то что мы не взяли это магнит тут есть и зомби ну американский футболист со своей каской потом зомби с дверью со шлемами вот как раз всплыли и в очень таком неудобном месте как раз пригодился кабачок хорошо что я оставил парочку копеек они нас выручили особенно это касается нашего кабачка но растения не возобновляются не мгновенно то есть надо какое-то время как в целом в уровне это у нас бывает так что тоже такой неприятный нюанс во второй части все растения не мгновенного действия ну а тут совсем другая ситуация но я не думаю что это сильно сложнее прохождение уровня просто этот момент надо учитывать мы сейчас прошли первый флаг это как я не знаю первая группа первый этап и сейчас готовимся ко второму мы укрепили высоким орехом нашу оборону поставили еще звезду ну и пока хватит у нас собственно больше денег нет зомби я так думаю тоже укрепились на месте мы не стояли посмотрим кто появится во втором этапе но пока вроде бы как все те же на манеже ничего такого сложного нет но это пока еще неизвестно сколько этапов нам предстоит выдержать я думаю что еще ну как минимум 3-4 то бишь всего 4 посмотрим появляется сейчас зомби с дверью но это пока такие не очень сильные зомби а вот куда опаснее бежит он на всех парах это американский футболист причем бежит он очень активно даже невзирая на то что его еще останавливает ледяной горох за ним вслед идет тоже бежит у нас атлет в шестом он менее опасен но зато более такой йоркий и оказывается в нужное время в нужном месте в кавычках но у него в отличие от американского футболиста особо про нее нет на нас сейчас надвигается большая волна это уже конец второго флага тут у нас и дельфин но его ждет неприятный сюрприз это преграда в виде высокого ореха который он перепрыгнуть не может к счастью ну и все сейчас добиваем более мелких и готовимся к третьему этапу мы сейчас получаем монеты это немаловажно я думал что это 5000 всего на весь уровень но коль мы еще получаем монеты так ситуация не такая уже и плохая хотя если бы мы получали всего получили в итоге 5000 тоже было бы очень неплохо все таки сумма очень увесистая я считаю что в принципе без укрепления поля мы могли бы выдержать до конца только лишь вопрос до какого конца сколько всего еще будет этапов мы еще поставили высокий орех наша оборона стала еще прочнее но сильно я не думаю что у нас будет все гладко идти как было раньше все таки надо готовиться к каким-то проблемам и самое плохое что мы можем только лишь укрепить во время этапа бомбу картофель поставить у нас осталось всего 25 монет так что надежда всего лишь на те растения которые есть на поле их слова немало звезды работают отлично у нас просто поле пестрит от блесток от арбузов от горохов в общем такое как фруктово овощное ассорти выходит но в некоторых участках не зря на то что плотность одна высока у нас есть проблема это к примеру шестая линия бежит американский футболист однако мы его быстро ликвидировали это уже последняя волна третьего этапа третьего флага тут называется тут наверное флаг имеется ввиду как раз идет знаменный носец с флагом на второй линии от него уже ничего не осталось вместе с шарманщиком но шарманщик еще в здравии хотя мы его сейчас тоже убрали добиваем остатки и надо подумать какие бы участки я могу еще подкрепить наше поле у нас кстати во время обороны еще некоторые орехи пострадали но пока они в нормальном состоянии даже нет смысла их менять чуть понадкусывали ну а так вроде бы ничего держится еще как минимум две волны могут выдержать мы укрепляем поле еще высокими орехами таким образом у нас все поле ну почти перекрыто я еще поставил внизу бомба картофель я думаю что этого пока что хватит ну и у нас четвертый этап он должен быть таким массированным у нас третий был тоже не подарок все таки идем к окончанию уровня я надеюсь потому что тут нет общей шкалы сколько тут будет всего этапов но думаю что еще как минимум один у нас точно будет у нас старт перед этапом традиционно такой вяло хотя зомби становится визуально побольше чем это было в первом этапе я уже вижу что бежит американский футболист на всех порах но в принципе так оно должно быть потому что скорее всего это уже конец уровня так что зомби должны поторопиться если они хотят добиться каких-то успехов хотя при текущих раскладах мы перекрыли абсолютно все поле у нас может быть самая проблемная зона это 6-ая линия внизу там только лишь бомба картофель в общем мы все закрыли я не знаю что должно произойти чтобы зомби прорвали но может быть они прокушают брешь где-то хотя при текущем огне мало кто может выжить какое-то время либо же может появиться шарманщик и подрывать высокий рек появляются сейчас дельфины дельфинам тоже ловить нечего но если где-то у нас будет брешь они конечно могут очень быстро добраться до наших передовых позиций но так мы в безопасности мы полностью потратили все деньги на укрепление и защищаться особо нечем то есть у нас нету никакого резерва хотя он и не нужен пока мы успешно справились и с четвертым этапом получили деньги аж 250 монет по-моему столько же как и за каждый этап ни больше ни меньше то есть мы получаем поровну сумму и у нас остается мы приступаем к пятому этапу я еще поставлю одну звезду на первой линии хотя можно посадить ее чуть подальше от высокого ореха и еще у нас есть 125 монет это как раз хватит на одну звезду либо же на высокий орех давайте все таки возьмем звезду поставим ее внизу на шестой линии и можно начинать шестой этап посмотрим заключительный он или нет а становятся больше зомби такие с ведрами на голове бронированные и действительно противников пруд пруди просто очень похоже на финал все таки жалко что я не поставил высокий орех внизу там бомба картофель особо ничего сделать не сможет но кого-то она уберет но только одного там уже дальше могут пройти бежит у нас ответ на пятой линии но перепрыгнуть он не смог и мы постепенно зачищаем наших зомби которые все таки какое-то сопротивление отчаянно но создают появляется зомби с дверью он не добрался до бомбы картофель так что я думаю скорее всего все таки бомбу картофель не тронут ну и все вроде бы из новых зомби никого нет а это еще у нас финал возможно все таки в последнюю попытку шестого этапа зомби все таки окажут сопротивление а вот они могут действительно оказать у нас появляется такой монтажник с лестницей и посмотрите что он падал делает проносит лестницу ну а там уже как проходной двор кстати про него я совсем забыл он действительно сыграл злую шутку с нами на крыше там и поста орех но не тут то было он проложил лестницу ну и там уже пошел проходной двор там мы в общем еле выстояли хотя тут выстояли очень неплохо остался последний зомби с дверью которого добивает бомба картофеля я думал что она не сработает но вот ее звездный час настал а мы проходим успешно этот уровень за который получаем еще один алмаз ну и все мы не получили никаких к сожалению растений за прохождение этого уровня я надеюсь что все еще впереди мы что-то получим ну а на этом все будем прощаться подписывайтесь комментируйте до новых встреч пока